Предпринимательная, именно проблематика, которая до сих пор у нас есть, это всеобщая фискализация бизнеса. Была создана Рада по сприятному налогу предприемства предпрезидентной Украины 22 декабря, для того, чтобы снизить градус напряжения в предпринимательском сообществе. Мы вошли в эту Раду, мы работали при Харьковской областной державной администрации, и наши коллеги работали во всех областных державных администрациях нашей необъятной Родины. Что от нас хотел президент? Найти тот баланс, ту взаимосвязь между предпринимателями и властью, которая бы позволила нам получить статус-кво. Нам остаться на своих позициях, в то же время власть, чтобы имела возможность получить контроль. И офис президента спустил нам законопроект, который нам был дан в работу. Он был как базовый. Мы включились в эту работу, я без ложной скромности скажу, что Харьков, наверное, был самый активный. Мы сделали больше 15 заседаний, и мы полностью включились в этот процесс, отдавая себя полностью. Мы вышли на те позиции, которые позволяли нам сегодня, уже вот сегодня, закрыть эту проблему. Дальше у нас начались, знаете, есть такое понятие «хороводы». Отдаем на допрацувание его. ДПС видит какие-то несостыковки, какую-то дискрецию. Минфин не удовлетворяет его что-то. Мы берем полностью этот проект, и все зауважения и Минфина, и БПС прорабатываем, и даем на браку футбек. В конце сентября месяца состоялось крайнее заседание Рады по строению налогового предприимства, где этот проект был взят за основу и проголосован. В эту Раду также входит член налогового комитета налоговой и таможенной политики, господин Матавиловец, депутат, сейчас он заместитель главы фракции «Зеленых». И он нам под протокол пообещал до 5 октября наш проект зарегистрировать. Ну, прошло 5 число, прошло 10 число, прошел месяц, ничего не происходит. Мы написали тонну писем с вымогой мегайно зарегистрировать наши законодавчие инициативы. Мы исключаем товарный учет, что очень важно для ребят, которые работают в СРО с 17-го года. Они вам чуть позже скажут. Есть люди, которые уже фискализированы, и они понимают, что для них основное зло – это товарный учет. Этот сбор сегодня, сбор, я называю, это сбор, это сейчас будет живое общение, открытый микрофон, приурочен к тому, что мы отдаем резолюцию сегодня с нашими вымогами, негайно вынести наши проекты, как першочередовую, но также назначить голову Раду по сприятию малого управления. Его на сегодня нет, и эта Рада на сегодня импотентна. Она не может ни собираться, ни вносить правки, ничего. Из-за этого мы не можем этот проект вынести. 30-го числа, коллеги, мы всей Украиной, мы собираемся в городе Киеве в 8.30 возле Верховной Рады. У нас есть план, сценарий того, что будет, он вам понравится, но смогут поучаствовать в нем лишь те, кто поедет с нами. Коллеги, мы полностью берем на себя весь транспорт, транспорт мы оплачиваем. Ну, в общем, ребята, готовимся на 30-е. Мы призываем всех присоединяться, всех своих коллег. Время еще есть на сколько-то будет. Нам нужно постараться массово выступить. То есть, если будет нас там тысяч 20-30 хотя бы, мы нас должны услышать. Я всех закликаю, давайте мы все объединяемся, давайте мы все будем залучать всех предпринимателей, которые порядка с нами, працюют там, где мы все на своих рабочих местах. И все поедемо в Киеве. И максимально массово представим нашу позицию, что на сегодняшний день, ну, просто не фискализация. Первый штраф, который влупят нам за то, что у нас нет первички за каждую единицу товара, не то, что похоронит наш бизнес. Все, что мы годами с вами выстраивали, все просто пойдет под нож. И мы с нами останемся на улице. Очередь на бирже и в АТБ кассирам будет баснословна. Это официальный документ, который мы сегодня зарегистрируем и передадим президенту Украины Владимиру Зеленскому. Шановные пане президенты, мы, представники малого и микробизнеса Харкова и области, физические особи и предприниматели, с вертами до президента Украины Зеленского Володимира Александровича, секретара Ради национальной безопасности и обороны Украины Данила Володимировича Мячеславовича, керевництва Харковской области в связи с тем, что кого, что доси жодный из законопроектов, что были на працовании Рады из питания о развитии малого предпринимателя, при президенте Украины, створенном 22 грудня 2020 года, сгідно с указом президента 582 года, не был рассматривать и принять Верховную Раду Украины, а не важливейший законопроект про внесенный змин до Податкового кодекса Украины, что до удосконаления порядка введения облику и застосования регистраторов разрахунковых операций и снижения фискального тиска на платных податков, даже не зарегистрировано в Верховной Раде Украины. Незважаючи на решение Ради президента Украины про его регистрацию до 5 жовтня, больше того, в связи с призначением 4 ноября, керевника Ради президента Украины, Свириденко Юлия Анатольевна, министра экономики Украины, Рада залишилась без керевника, что взагалом у неможливої її роботи. Такая ситуация залишает на выражении наиболее болючие проблемы, проблемные вопросы и существования малого подприемства, в том числе и микро-подприемства, в нашей стране, за для выражения которых была создана Рада с вопросом с приемлемой разведки малого подприемства. В отсутствие принятий решения и невозможность нормальной работы Ради президента Украины вызывает глубокую занепокоенность представителей малого и микро-подприемства в нашей области и ведет до сутки возрастания социальной направленности, в таком важном с точки зрения экономической и национальной безопасности региона, как Харківская область. Подальше затягивание и принятие крайне важных для нормального функционирования малого и микро-бизнеса региона и всей Украины законодательских акций стают небезопасными и ставят под загрозу питание национальной безопасности всей Украины. Поэтому, выходя из того, что час на рассмотрение и принятие этих законопроектов остается критично мало, мы, участники митинга, представители малого и микро-подприемства Харківской области, в поддержку законопроектов на Працовную Раду с вопросом сприятия развития малого и микро-подприемства Украины, представители малого и микро-подприемства, обратите внимание к руководству страны и области на терминовую и надзвичайную необходимость, как первое, зарегистрировать проект закону Украины, про внесенный изменения к податковому кодексу Украины щодо удосконаливания порядка ведения облика и застосовывания регистративных операций и снижения фискального тиска на платных податков в Верховной Раде Украины. Второе, призначити его законопроекты 54-73, это рынковый наград, 53-88, это трудовые, 53-71, как не вкладный, до розводу. И третье, терминово призначити нового керевника Ради с питанием сприятия розвитку малого и предприемства при президенте Украины, который мог бы быстро и эффективно восстановить работу Рады. Мы уверены, что лишь особистая поддержка президента Украины, тим работаемым, которые сделаны Радой с питанием сприятия розвитки малого и предприемства при президенте Украины, даст зеленое светло, и, скорее всего, приняте и станет прикладом эффективного решения в тихих сложных экономических и социальных выключениях, как стоят сейчас при государстве и государстве, где нет гиршей образы, чем обманывать надежду с повагой участников митинга. И наш возраст будет и сегодня, и в Киеве. Прошу запомнить, ФОП – основа нации, не фискализации! ФОП – основа нации, не фискализации! ФОП – основа нации, не фискализации! Обласна державная администрация чует вас, знает про те проблемы, которые стали с принятением соответствующих законов. У нас працюет, Алексей подтвердит, что рабочая группа, которая пыталась решить ваши вопросы, и неодноразово обратилась к Киеву, и центральные органы выполнения и правительства с тем, чтобы термировать принятие соответствующих законов. Приймаю ваше звернение и особенно, что дамо им от нашей областной администрации «Зеленый святой». Дякую! Спасибо!